Более ста жителей Мариэлл проходят обучение в школах по уходу за пожилыми людьми. Курс практических и теоретических занятий можно пройти в 12 республиканских домах-интернатах для престарелых пациентов и инвалидов. Для чего нужны подобные занятия и кому необходимо пройти обучение? Ответы в материале нашей съемочной группы. Оксана Семенова по своей профессии с медициной никак не связана. Однако от болезни никто не застрахован. В семье у Оксаны есть лежачий больной, за которым нужен постоянный уход. Без специальных знаний даже такая, казалось бы, простая процедура, как смена постельного белья, может превратиться в настоящее мучение. Как для больного, так и для того, кто за ним ухаживает. Школа по уходу за пожилыми людьми стала для Оксаны настоящим спасением. У меня бабушка четвертый год лежачая, и как бы хотелось посмотреть, правильно ли все делаю, правильно ли за ней ухаживаю. Правильно ли ее кормлю, сажаю, памперсы меняю, постельные меняю. И первую помощь при сердечной недостаточности оказать до приезда скорой. Работает школа с 1 июля на базе дома-интерната для престарелых и инвалидов «Сосновая роща». Посещать лекции и практические занятия может любой желающий, абсолютно бесплатно. Финансирование обучения происходит за счет бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Демография». Одно из направлений этого проекта – старшее поколение. Слушателей пока немного, и в основном это медицинские работники самого дома-интерната. Однако ждут здесь и обычных граждан, которые столкнулись с необходимостью ухаживать за пожилыми родственниками. Знания ухода, знания правил кормления таких больных, профилактики пролежней, лечения – это должны знать не только медицинские работники, но и мы с вами. Потому что такая беда может прийти в любой дом, чтобы люди были подготовлены, чтобы не боялись таких вот, казалось бы, малоприятных процедур, чтобы они умели оказать не только вот помощь, но и в основном, конечно, научиться ухаживать за этими больными. На практических занятиях помогают и сами пациенты дома-интерната. Геннадий Солодков из-за болезни прикован к кровати уже 10 лет. Помочь людям научиться ухаживать за такими больными, как он сам, согласился сразу же и с удовольствием. Ведь это тоже один из способов оставаться полезным, несмотря на диагноз. Кроме практических занятий, в школе предлагают и посетить курс лекций. Пока идет набор слушателей в школу, формируются и темы теоретических занятий, исходя из потребностей аудитории. Нашим терапевтам учреждения читаются лекции на такие темы. Сегодня проблематичные темы гипертония, сахарный диабет, уход за инсультными больными. Подобные школы по уходу за пожилыми людьми работают не только в Ешкарале, но и по всей республике. Всего в 12 республиканских домах-интернатах сейчас обучается больше 100 слушателей. Продолжение следует...